МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нужно делать, чтобы стать богатым? Предприниматель Скороболыка Алмаджа Разбаев уверен, заняться выведением овец. На его племзаводе больше 3,5 тысяч голов. И это предприятие обречено на успех, уверен хозяин, ведь животноводство у него практически в генах. Отец с детства мне привил любовь к животноводству, но как бы это оно у нас в генах заложено, у казахов, кочевников заниматься животноводством. Именно овцеводство. Почему? Потому что это самая выгодная, рентабельная отрасль животноводства. Здесь занимаются не столько увеличением количества, сколько улучшением качества поголовья. И это, говорит Алмад, очень востребованный продукт среди сельчан. Все хотят завести барашка получше. Мы являемся единственным в республике Казахстан племенным центром по разведению Ельбаевской и Казахской курдочной грубошерстной породы овец. Есть помимо нас племенные заводы в Западной Казахстанской области, мы с ними контактируем. Но именно двухпородное разведение наших отечественных пород только у нас. Глава племенного центра признается, со специалистами определенные сложности есть. Так-то утратила свой престиж трудная работа чабана. Словосочетание «пасти овец» превратилось в насмешливый фразеологизм. Хотя на деле ничего смешного в этом нет. Дело в том, что, видите, профессия овцевода, она в 90-е годы немного утратила престиж, свою, как говорится, востребованность. Почему? Потому что слово «чабан» стало ругательным. А хотя, кто современник 80-х, 70-х годов, они должны помнить, что «чабанам» всегда, все льготы, все, как говорится, премии всегда были «чабанам». Почему? Потому что овцеводство – это очень сложная отрасль животноводства. Не каждый согласится быть «чабаном». Приходится не только искать готовых специалистов, но и обучать тех, кто захотел познать все тонкости этой очень древней профессии. Ведь овцы появились в качестве домашних животных одними из первых. Раньше кудрявых отар были разве что собаки. Заработная плата у специалистов по уходу за овцами у нас одна из высоких в нашем районе. Поэтому люди у нас есть, работают. Мы дополнительно проводим обучение специалистов, повышение квалификации. Поэтому люди к нам приходят, работают, ничего не стесняются, получают хорошую зарплату. Большим подспорьем в организации этого уникального двухпородного племенного центра стала поддержка со стороны государства. Хорошо, что в Казахстане предприниматели имеют такие возможности, говорит Алмат. Изначально я начинал с собственных сбережений, вот, с собственных сбережений начинал. Затем я получил государственную поддержку в виде кредита с агрокредитной корпорации, вот, на развитие животноводства. И тем самым это был стартовый капитал для закупа именно маточного поголовья племенных животных овец. Вот, поэтому, да, от государства мы получили поддержку. Планы по дальнейшему развитию своего предприятия у Алмата нескромные. Если заниматься делом, то по максимуму, считает он. Так что вскоре казахстанские овцы могут оказаться в дальнем зарубежье. На данный момент сейчас у нас 3600 голов маточного поголовья овец, но планируем увеличить до 10 тысяч маточного поголовья в ближайшее время и, соответственно, выйти на мировые рынки с нашей продукцией. Почему? Потому что казахская курдючная грубошерстная порода овец – это бренд Казахстана. И, как бы, одна из моих высоких целей и задач – это прославить наши отечественные породы на мировых животноводческих рынках. Овцеводство – дело выгодное, говорит глава племенного центра, ведь рынок сбыта самый большой, какой только может быть весь мир. Овцеводством занимается весь мир. Допустим, животноводством – коров не едят в Индии, это миллиард населения, свинину не едят в мусульманских странах, птицу тоже самое не везде едят, конину едят только в трех странах – это Казахстан, Кыргызстан, Монголия, допустим. А баранину ест весь мир. Когда человек так горит своим делом, когда он знает каждый нюанс своей деятельности, его, несомненно, ждет успех. А успешные предприятия – это и большой шаг в развитии для региона. По мере развития «Корабалыка» в нем меняются и условия для проживания. Например, отныне здесь зимой стало гораздо чище. Дело в том, что белый снег быстро менял свой цвет из-за угольных котельных. Теперь уголь сменился газом. И, например, во дворе местной школы стало приятно лепить снеговиков. Помимо того, что стало тепло, это еще комфорт. То, что снег у нас белоснежный во дворе школы. Раньше были выхлопы после угольного отопления. Поэтому плюсов от газовой котельной очень много. Как я уже сказала, это и выгодно, это и экономично. И это… мы идем в ногу со временем. Ну и сами ученики, которые являются представителями школьного самоуправления, с большой радостью отзываются о переменах в способе отопления. Уголь несет очень большой вред экологии и атмосфере нашего поселка. Поэтому я считаю, что установление газового отопления положительно повлияет на атмосферу нашего поселка и на экологию. Я считаю, что переход на газовое отопление – это хорошая идея, так как газовое отопление постоянно поддерживает температуру классов. Также нет грязного снега на территории школ, и воздух стал гораздо чище. И дети весной могут играться и лепить снеговиков, не боясь, что замырают перчатки и варежки. Современная котельная на газовом топливе не только чище, эффективнее и экологичнее угольней. Она еще и гораздо меньше по размерам. Такая же газовая котельная теперь отапливает и Корабалыкскую больницу. Постепенно подобные объекты заменят все устаревшие угольные коптильни, и Корабалык сможет внести более значимый вклад в экологию края. Каждый район стремится добиться высот не только на поприще социально-экономическом, но и на спортивном. Всем приятно, когда спортсмены из родного села попадают в сборную области. А для этого нужно развивать массовый спорт. И тогда появилась замечательная госпрограмма. От государства выделяется определенная сумма на каждого ребенка, для того, чтобы заинтересовать детей к спорту, больше привлечь охват населения детского имени. То есть дети ходят бесплатно, потому что за них тренерам платит государство. Чем больше детей, тем больше денег. А значит, поставщикам услуг выгодно привлекать все новых и новых ребят. Программа постоянно совершенствуется. Почему? Потому что это новая программа. Каждая заявка индивидуально рассматривается. Получается, пишем официальное письмо на сайт их, они официально ответ дают. Как бы они все мнения учитывают. Принять участие в этой госпрограмме не столь сложно. Главное, чтобы было ИП. А все вопросы и сложности помогут решить в Акимате и в Управлении спорта, где есть отдельные кураторы для этой программы. Если хочется подтянуть свою фигуру, приучить себя к дисциплине и приобщиться к большой армии здоровяков, самый лучший вариант – это тренажерный зал. И в Корабалыке он есть. Ну, у нас уже опыт есть определенный в этом деле. У нас вот соседнее здание, Аквастар, оздоровительный центр, у нас там есть маленький фитнес-зал. Тоже думали, я, честно говоря, для себя его открывал, а потом вижу, народ как бы заинтересовался, и тут и начали ходить. Мы начали потихоньку абонементы продавать. И, по правде говоря, зал очень маленький, тесненький, но людей по несколько десятков приходило. Приняли решение сделать нормальный тренажерный зал, потому что я сам любитель этого дела, скажем так. Марат Айтказин привык делать все максимально качественно, так что тренажеры в новый зал поставил такие же, на каких занимался сам в отелях во время своих зарубежных поездок. Приобрели более 22 номинований тренажеров. Это и кардиотренажеры, и силовые тренажеры, и вот пауэрлифтинг у нас. Поэтому с понедельника мы уже открываемся полностью, сейчас в тестовом режиме, пока вот ребята занимаются. Приняли на работу тренера, двух администраторов, то есть три рабочих места создали. И что очень радует, что сейчас в государстве есть программы, когда дети могут бесплатно заниматься, а государство за них перечисляет деньги нам, мы нанимаем тренера. В этом плане мы уже работаем, и надеемся, что у нас все это получится. Получается, благодаря программе спортивного госзаказа дети бесплатно смогут заниматься не только единоборствами и игровыми видами спорта, но и совершенствоваться физически в тренажерном зале. У нас будет направление пауэрлифтинг. Вот у нас есть специальный зал, пять грифов, пять штанг есть, рама для седов есть, то есть все необходимое. Гири Гантели, все это позволяет нам полностью выставиться сейчас на портал государственный и подать заявку на участие вот в этом виде деятельности. Поэтому мы с перспективой смотрим на это дело, как бы спорт очень популярен в кораблыке. Люди сейчас очень много думают о своем здоровье. Понятное дело, что если бы не предпринимательская деятельность, а Мрат Айтказин в этой сфере уже больше 30 лет, то открыть тренажерный зал исключительно под госзаказ было бы неподъемно дорого. Если в целом взять, больше 30 миллионов, конечно, обошлось. Трудностей особых не было. Пересечение границы. У нас фура пришла до Челябинска, а потом мы уже тремя газелями, тремя траншами через границу все перевезли, собрали. Фирма очень серьезная, оборудование очень качественное, все подошло, все в комплекте, как бы при сборке сложностей не было. Мрату Айтказину 59 лет. Выглядит он подтянутым, в нем полно энергии, что служит отличным доказательством. Спорт полезен для здоровья, если правильно им заниматься. К сожалению, формат нашей передачи не позволяет полностью раскрыть историю Бориса Дмитриевича Чмутова. О таких людях нужно снимать отдельную передачу. Ветеран войны, участник Сталинградской битвы, будущий выпускник в ГИК, ушел на фронт почти сразу после школы и вернулся назад. Дожил до 95 лет и оставил после себя бесценное наследие. Больше 15 тысяч кадров, тысячи пленок, снятых на протяжении всей его жизни в Короболыке. Как он мне говорил, вот как пропаду, ты вот этим моим всем материалом постарайся распорядиться, ну, так скажем, на усмотрение. Чтобы это наследие не пропало, был создан проект по оцифровке бесценных кусочков прошлого, запечатленных мастером своего дела, выпускником в ГИК. Есть материал, он должен быть доступен людям. И мы, благодаря нашей газете «Айна», совместно такой проект создали, запустили его в действие, которое называется «Вспомним и сохраним». Он у нас идет уже на протяжении полутора лет. Есть уже более полутора тысяч фотографий в свободном доступе. Фотографии Короболыка в исполнении Бориса Чмутова – это не просто красивые картины. Это летопись жизни поселка. На его пленках запечатлены и радости, и горести односельчан, и трудовые будни, и отдых. Не случайно проект получил множество откликов даже из стран дальнего зарубежья. Они увидели себя совсем юными, они увидели себя в школьной форме, они увидели себя на производстве, они увидели себя на своей родной улице, они увидели себя в каких-то спортивных состязаниях. И мы надеемся, что к столетию нашего замечательного земляка, Чмутова Бориса Дмитриевича, мы торжественно этот проект закончим, и каждый может найти то, что ему ближе, что касается комсомольца Короболыка, и мы будем считать, что то, о чем говорил и завещал наш старший коллега, нами будет выполнено. Таким получилось наше путешествие в Короболыкский район. Как видим, особенность этого края в том, что живут здесь люди неравнодушные ни к своему делу, ни к своей земле, ни к своим односельчанам. Напоминаю, что вы сами можете предлагать свои темы для нашей передачи, обращаясь по контактам, которые вы видите на экране. Все выпуски можно посмотреть на YouTube-канале. Достаточно набрать. Роман Попов. Регион 10. А на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин